Друзья, всем привет! Биткоин 52 тысячи долларов. Поздравляю всех тех, кто на этом зарабатывает. И, собственно, хочу вам задать вопрос, очень-очень немаловажный, который касается, конечно, в основном трейдеров. Забираете ли вы часть прибыли? И вот эта голосовалка у нас в Телеграме. 27% ответили, конечно, включая меня. 54% говорят, нет, еще рано. Фома глушит. Ну, может быть, это те, кто у нас в поте, я не знаю. И 20% умудряются быть в убытках на этом росте. Видимо, шортят. Или вышли раньше времени. Напишите в комментариях свой вариант. Забираете ли вы прибыль, или вы в убытках, или вы считаете, что еще рано. Я пока вам скажу свои 5 копеек. Смотрите, биткоин у нас тут на дневке достаточно уверенно удерживает поддержку. Вот здесь был единственный закол ниже сетки AIMA Ribbon, но все быстро откупили и пошло наверх. То есть, в принципе, вообще пока у нас по всем параметрам тренд бычий. На всех уже таймфреймах, ребята, уже и на младших, и на средних, и на самых старших. У нас получается, что только бычий тренд. И казалось бы, ну все, чего тут еще? Вот он, Тузамун, долгожданный. Но нет, не все так просто, друзья. Все-таки будет коррекция. Посмотрите по стаканам. Опять же, у нас сумма заявок такая, что гораздо легче дампить цену ниже 49. Сейчас чем пампить выше 55. Так что в любой момент, я думаю, что нас ждет сильная коррекция разворотная, но она, возможно, будет и не очень долго. Смотрите, по ТРДР у нас тут с вами продавца пока что выносит. Вот видите, у нас стенки продавца. Он как бы создает уровень, он как бы создает такое трендовое сопротивление, растущее наверх. То есть, смотрите, продавец есть, просто его все время покупатель выносит, как мы с вами видим. Вот, то есть, у нас, вот это у нас было то же самое здесь. Помните, у нас здесь был сильный продавец, вот он сидел, но пришел более сильный покупатель и все это дело развернул. Поэтому пока у нас нет более сильного продавца, я думаю, что мы здесь можем смело дальше продолжать восходящее движение. Но, тем не менее, как я уже сказал, обязательно, если сейчас мы, короче, пойдем наверх, то я буквально буду уже реально это шортить локально, потому что обязательно будет спуск вниз перед продолжением роста. Это всегда, рынок всегда идет вот так, он никогда не идет прямой линией. Надо это помнить и учитывать в своем теханализе. Вот, а я что хочу вам сказать, что тем не менее, обязательно, как я уже сказал, в голосовании нужно забирать прибыль, иначе зачем это все. И что у нас по альткоинам? Посмотрите-ка, вот у меня на Bybit были открыты аудио и дэш лонги, я уже их частично разгрузил на вот этом, казалось бы, казалось бы, большом, наверное, для кого-то росте. Да, я поздравляю, кстати, всех, кто в аудио, он вырос уже с 18 центов на 25 в моменте. Если вы поставили лимитки, то я думаю, что они там у вас даже отработали, наверное, да? Вот, так что тут, конечно же, да, тут, конечно же, все классно, но, тем не менее, если мы отдаляемся на дневку или на недельку, мы понимаем, что да какой, там еще даже роста не было, гринь, какой тейк-профит, посмотрите на это, гриня, ты что, сумасшедший? Какой нахрен забирать вот здесь прибыль? Мы еще даже расти не начинали, мы еще даже не пробили по аудио вот это вот сопротивление в районе 44 центов, а это x2 с текущих. Первые тейки, условно говоря, вот у нас предыдущее дно, а это 0,7-0,8. Да-да-да-да-да, конечно же, я соглашусь, вот сопротивление было хорошее, 1.40. Конечно же, да, друзья мои, но пока мы дойдем до этих уровней, пройдет еще столько времени, и это касается любой монеты, не только аудио. Пройдет еще вот, как бы оно все будет выглядеть-то потом как зеленая линия, возможно, да, но внутри вот этого всего будет такая вообще волатильность, что ну его нафиг. Поэтому спокойно забираем часть прибыли и потом перезаходим на откатах, вот и все. Эфир, кстати, тоже посмотрите, в каком бычьем прекрасном тренде находится. Так, что-то у меня все, короче, глючит, этот обзор должен был быть короткий, у меня уже вон страницы, видите, перезагружаются сами. Dash тоже, кстати говоря, забытая старая лошадка, посмотрите, она не то что расти еще начинала, она еще даже падать не закончила, а уже, понимаете, в плюсе несет 128% или 1500 долларов. То есть надо просто уметь торговать, поймите это. Понятно, что мы все хотели по 200 его купив, чтобы он вырос на 2000 или на 20000, но надо смотреть с реальности в глаза. Он упал на 20, так давайте-то его докупать еще сильнее, как бы, ну и что, если вы трейдеры? А если вы сопли жуете, то вам на другой канал, который называется сопли-жеватели. Вот, короче, что, 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 лайткоин еще не улетел, вот вам, пожалуйста, инсайт на миллион долларов. Лайткоин все еще ниже 100 долларов, и какая разница, 70 он, 80 или 60, правильно? Он все еще ниже 100 долларов. Вот надо так мыслить на рынок, я считаю, а не сидеть там драконить 5 минутки. Ну и еще напоминаю всем, кто все-таки любит подраконить, у нас сейчас идет трейдинг соревнования на бирже Дипкоин, оно будет идти еще 12,5 дней. Суть этого соревнования в том, что здесь вообще никакого минимального порога входа нет. Вот я торгую на 1000, например, уже практически x2 к ней сделал. Кто-то торгует и на 100 долларов, кто-то хоть на 1 доллар можете торговать. В общем, ссылка на состязание и на биржу в описании. Сначала нужно зарегаться на бирже обязательно, потом уже перейти на страницу состязания, нажать вступить. Но вот сэмшот у нас тут некий. Сэмшот, объявись, пожалуйста, в телеге или где-нибудь под этим видео, напиши в комментариях, мы тебя позовем на стрим. Ты нас научишь всех, как торговать без рисков, только желательно, братан, без рисков, делать 9 тысяч процентов за 15 дней. Реально расскажешь. Если половина твоя, ты же знаешь, как всегда, как эти с камеры разводят прибыль, тебе половину прибыли отдадим тебе, только расскажи. Ладно, шучу. На самом деле, поздравляем чувака с таким профитом. Советую тебе приостановиться. Я тебе еще на 3000, по-моему, процентов советовал. Но вот сейчас уже точно выдыхай. Приз как бы твой, тут уже тебя не перегонит точно никто. И не надо нам 10 тысяч процентов, поверь, нам и 9. Достаточно, чтобы понять, что ты крутой. Но я иду сразу после тебя на втором месте. У меня немногим меньше 86%. Вот. У ребят тоже вот хорошие пионеллы. Вот такие вот призы. Короче, ребята, добавляйтесь, участвуйте. Вы ничего не теряете. Ну, кроме того, что вы обычно теряете, если вас ликвидируют. Но, возможно, что-то еще и приобретете. Биржа классная. Не требует KVC. У меня сейчас Dash, эфир, классик. Здесь лонги открыты. Я все еще жду их гораздо выше. И, ну, частично все равно забираю. Потому что иначе бы не было PNL. Вот, собственно, такие сегодня мысли. Альтсезон у нас на самом деле в самом разгаре, несмотря на метрики. Давайте обновим страницу. Все еще 59%. Это хорошо, а не плохо. Я вам повторяю, что когда Альтсезон, индекс находится не на перегретых значениях, не выше 75%. Это то, где вы хотите покупать альткоины, а не вот здесь на пике. Поэтому, да, мы видим, что первые-первые только признаки Альтсезона. Вот мы прогрелись, вышли в эту территорию. Дальше, я думаю, что нас будут зашкаливать вот сюда, как это обычно и происходит. Посмотрите, как хорошо многие монеты себя ведут. Не покупайте лучше сейчас SEI, STX, SUI, ICP. Вот то, что уже дало такие иксы. Лучше не покупайте. Хотя, опять же, у кого какая стратегия. По моей стратегии лучше покупать вот то, что сильно упало. Манера, XRP и так далее. SEIRO, XLM, то, что валяется внизу. Лайткоин, все тот же. Вот. Я торгую так. Напишите, как торгуете вы. Какой у вас взгляд на рынок сейчас. Вот. А в сухом остатке, что я могу сказать по биткоину, это то, что... Это то, что, ребята, будьте осторожны. Еще раз вам повторяю. Мы уже отскочили по биткоину в золотой карман. И даже сейчас, посмотрите, мы его пробили. Вот мы на 0,618 уровне. Это у нас 49 тысяч долларов. Да, это достаточно сильный уровень. Мы от него отскочили, но потом пошли дальше. И вот сейчас уже, поскольку мы идем дальше, вероятно, наверное, ожидать следующей целью 78-ю фибу. Это будет 57 тысяч долларов примерно за биточек. И вот если мы туда дойдем, вот где уже по-любому надо будет, если не хеджевые шорты открывать, ну, хотя бы забирать еще львиную часть прибыли, ребят. Потому что оттуда статистически уже по-любому будет коррекция. Но, опять же, это все не гарантированно. Мы можем также легко и усвистеть на all-time high, судя по примеру фондовых рынков. И знаете, что я вам скажу? Если биткоин реально сейчас усвистит на новый all-time high, друзья, ну, тогда уже мы будем ждать реально цель в 1.68 по фибе. А это уже, извините меня, 100 тысяч долларов за биток. Ну, и мы, кстати, эту цель в любом случае с вами ждем. Просто вопрос в том, будет ли сейчас более серьезная коррекция перед этим или не будет. А так, встретимся все на луне. Спасибо, что смотрите. Это Гринни, канал CryptoCommons. Всем профитролей. Ставьте стопы, лайки, тейки. И увидимся в следующем видео. Пока.